Правительство республики берет ситуацию с хатасскими участками под контроль. Премьер-министр Евгений Чекин по поручению главы республики накануне провел совещание по поводу конфликтной ситуации, связанной с земельными участками, расположенными в черте охранной зоны магистрального газопровода ГРС-2 «Хатасы». Речь идет о 342 земельных участках, 35 из которых оформлены под ИЖС. 10 собственников уже построили на участках дома. Объект ГРС-2 «Хатасы» ввели в 2005 году, тогда же он поставлен на учет. Магистральный газопровод – это объект повышенной опасности. Охранная зона охватывает расстояние по 150 метров в обе стороны от него. В пределах этой зоны запрещено любое капитальное строительство. Выслушав представителей Росреестра, Минстроя, Саха Транснефтегаза, Минпрома, премьер-министр Евгений Чекин сообщил, что будет создана рабочая межведомственная группа под его руководством, чтобы решить эту проблему. Строительство этих объектов жители осуществляли без каких-либо ограничений, без нарушений со своей стороны, потому что получали соответствующее разрешение у публичных органов и регистрировали в федеральном органе Росреестре. Поэтому, в принципе, не могли знать о таких ограничениях. В этой связи мы считаем, что необходимо наиболее комфортно решить этот вопрос. Конечно же, мы должны устранить нарушения федерального законодательства по строительству объектов капитального строительства в особо опасной зоне. Но это будет сделано, конечно же, обязательно с учетом интересов тех жителей, которые успели построить свои дома. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!